Ну, во-первых, я сам армянин, я знаю об этой трагедии с самого детства, потому что, ну, мне самому было 4 года, мы жили в Ереване, и, соответственно, у нас не было таких разрушений, то есть, в принципе, в Ереване не было разрушений, но, по-моему, 5 баллов до нас зашло, мы шатались стены, там вылетели стекла, понятно, мы были в детском саду, и мы выбежали на улицу, соответственно, мама у меня была воспитателем, и я очень хорошо помню, как все выбежали, как тысячи детей стояли, потому что рядом же была школа, и тысячи детей, и старшеклассников, и, в принципе, школьников, все стояли, понимали, что произошло землетрясение, но насколько страшно, никто все равно не понимал, а уже, там, к вечеру дома, уже все это обсуждали, и, там, даже в тот же вечер, на следующий день, просто все взрослые уехали туда, соответственно, ну, я думаю, что это коснулось, в принципе, любого армянина непосредственно, и, соответственно, мне было очень интересно это рассказать, потому что это реальная трагедия, и они, мало кто вспоминал все эти годы, ну, там, я помню, что в начале 90-х еще каждый год, 7 декабря, по новостям как-то освещалось, а потом все сошло на нет, понятное дело, и союз развалился, и дружба менее крепкой стала, и, ну, я уже как там, как кинематографист, будучи отучился, и мне все, я опять же смотрел, что армяне зачастую снимают про геноцид, там, понятно, что это тоже большая трагедия, но мне кажется, что землетрясение, это история, ну, которая достойна того, чтобы о ней кто-то рассказывал, и продолжал рассказывать, даже после нашего фильма, да? Я хочу вот задать вопрос человеку, который только что задал первый вопрос, можно? Это я. Я не понял сути вашего вопроса, вот вы спрашиваете у режиссера, что сподвигло его снять, я человек, который через 6,5 часов после землетрясения вместе с работой был уже на месте, мы работали в районе Ярангюны, режиссер, наверное, знает этот район, это очень человечный фильм, вот остальные фильмы, которые сейчас снимаются, вот вы, наверное, назвали фильм как катастрофа, это не фильм катастрофа, фильмы катастрофы, это те, которые надуманные, которых в природе не было, которые снимаются для того, чтобы снять большую кассу, этот фильм принципиально другой, я хочу вас поблагодарить за снятие, значит, этого фильма. Спасибо большое. Это раз. Второе, у меня есть два замечания, если попозволите, как очевидцы. Я скажу временной интервал, первые два раза, когда я был, я еще раз говорю, первый раз через 6,5 часов, я был там, оттуда уехали на третий день, когда вот первые экраны, как там показано, первые экраны, на третий день, начали в КК колонны приходить, только тогда мы позволили первую смену поехать на отдых. Второй раз я был там через полторы сутки. Значит, у вас в фильме есть такой эпизод, очень такой, один из центральных, когда убивают милиционера. Вот такого человека, по-моему, как раз звание капитана, правда, если мне память изменяет, он был не милиционер, а военный был, армянин, который жил, по-моему, там же, в Иерангевне, вот так. Там не было уважаемый, простите, как вас зовут, я не запомнил. Сарик. Сарик Джан, дорогой мой человек. Там в реальности не было убийства вот этого военного милиционера, его не было. Грабеж был, действительно, был. Мне, у меня к вам такой вопрос. Что вас заставило, вот, включить туда вот такой эпизод, а не показать, например, то, что до прибытия кранов, вот там недалеко была военная часть, я пошел туда, и как командование выдало нам два танка с номером 6. Один, я помню, номер какой был. Там завалы были такие, что краны не помогали. Двойные танковые трассы, которые в технику, тоже лопались. Вот, Сарик Джан, в чем смысл вот снятия вот этого как кадра, потому что, на мой взгляд, это, ну, не совсем правильно характеризует армянский народ. Убийство вот такого, я вам точно говорю, потому что мы там были с вахтовым методом. Если был бы реально такой случай, мы бы об этом знали. Благодарю вас. Спасибо еще раз за фильм. Спасибо большое. Вы знаете, опять же, мы тему мародеров хотели сделать максимально мягко это сделать. То есть у нас просто изначально в первом варианте сценария этого было очень много. И мы, наоборот, очень сильно это вырезали, потому что нам казалось, что это не самое важное, о чем нужно рассказывать. Да, но, опять же, в связи с тем, что кино все равно художественное, нам нужен был, то есть, какой-то враг. И, безусловно, отсюда и вырос подступок с убийством. Понятное дело, что он вымышленный. Но, опять же, мы понимали, что мародерство есть. И нам просто, то есть, хотелось, что вот эта вот судьба, то, что у него все в семье выжили, что это чудо, а вот все-таки, ну, как бы, судьба забрала его. Вот именно такую линию. Понятное дело, что документально, так скажем, она, безусловно, не обоснована. Что касается той же помощи там военных и прочее, ну, вот вы видели в фильме и палатки, и все. Ну, мы понимаем, что это, безусловно, русская военная база, которая там, одна из первых тоже была на помощи. И вся вот эта история про то, что приехал кран, я там, я просто внимательно смотрю на интервью Рыжкова того же, который говорил, что первая вот такая тяжелая техника приехала там через 70-78 часов. Поэтому, да, в принципе, вот у нас на третий день не приезжает кран из Ростова. То есть, понятное дело, что мы не могли быть максимально, ну, документальными, но вот все, что мы сами услышали и от МЧС, и от военных, и, в принципе, даже от студентов, которые работали на завалах, и там, те, кто были под завалами, мы вот такое немножко собирательное сделали. Но, опять же, да, те же мародеры, они как бы, они нужны как драматургия в сценарии, потому что, ну, как бы нам нужно было людей подвести к финалу, и мы не хотели делать, там, условно, врага внутри этой, ну, бригады, которая работает у дома, да, то есть из наших главных героев. И поэтому, наверное, так сложилось именно с мародерами. Но, в целом, ну, там, вам большое спасибо, что вы были там через 6,5 часов. Знаете, я добавлю, очень много всего, когда мы собирали истории, у нас просто были на бумаге прямо вот отрывки. Была история безумная, когда я до сих пор жалею, что мы не смогли в кино поместить это. Была бабушка, которая в течение двух недель для всех могил делала из дерева, отрывала прямо ветки и делала кресты, говорила, мы не должны без крестов хоронить людей. Я так хотел, чтобы эта бабушка оказалась в этом фильме, но мы не смогли ее найти место. Это правда, это безумно трогательно, потому что человек прямо как бы с последней своей дни жизни, не знаю, как сказать, она посвятила тому, что она все могилы обставила крестами. И таких безумных историй, правда, было очень много. Я, поэтому, мы когда говорим, мы даже в Армении это говорили, говорят, друзья, мы мечтаем, чтобы это стало первым фильмом, но не последним. Пожалуйста, продолжайте. Там безумное количество историй. Ну да, да, столько жизней и, безусловно, столько же историй. Это да. И просто, опять же, нюанс в том, что мы охватываем первые 4 дня, вот у нас, когда наступает четвертый день, и в финале уже вот такая, мы показываем, что весь мир приезжает. Понятное дело, что в реальной жизни от Мать-Терезы, Азнавур, Буш-младший, то есть все, кто, в принципе, мог. Нет, младший. Ой, прости. Брат был, брат был. Джефф Буш был, а не Джордж. Он был тогда, да, во Флориде. Но не суть. Я имею в виду, что вот этого всего мы не отразили, потому что, то есть, чтобы вот показать именно, я не знаю, наверное, 4 часа должен был бы фильм идти, и там уже временной промежуток должен был быть месяц. Но вот как бы, да, вот все, что могли, конечно, я и сам очень хотел показать. Потому что есть в сети фотографии, там и Мать-Тереза раздает хлеб и прочее. Это, ну, как бы невероятно. Знаете, была история, мы опять же стояли перед выбором, так как, ну, вот, ну, роль сумасшедшего, да, который могильщик, назовем так. И была немножко похожая история с кукольного театра. Актер, которого приводят, говорят, ты не можешь нам особо помочь. Его в спортзал приводят, говорят, отвлеки детей. И он заходит в спортзал школьный, там тысячи детей, он с ними, говорят, человек, который пошел накрасился, чтобы слез не было видно. Он занимался детьми несколько дней. И это тоже очень, очень крутая история. Ну, просто тоже мы не смогли, у нас был выбор или это, или это, потому что достаточно, и в конце он сходит с ума, на самом деле, по реальной истории. Мы просто не, ну, у нас всегда вот было вот что-то одно взять, чтобы мы могли в целом отразить в кино так срез некий. Поэтому, да, больше, то есть и тему отцов и детей, и тему влюбленных. И, то есть, да, пять-шесть тем, и вот, понимаешь, что немножко все очень собирательно, потому что, допустим, история, как ребенка выкидывают из окна. А у меня у друга мама работала в госпитале, и туда привозили детей, и привезли ребенка, который был завернут в солдатскую шинель, и там на шинели было написано «Капитан Казинец». И в итоге выяснилось, что этот капитан выбросил ребенка в окно, завернул свою шинель и как бы сам остался под завалами. И, то есть, мы вот такие вот кусочки истории, которые мы слышали, то есть мы их как бы просто собирали в кино. И вот это разрослось там в то, что есть. Спасибо, коллеги. Еще раз просьба представляться и быть по возможности капками, потому что время, к сожалению, у нас заограничено. Спасибо большое за фильмы. Марта Каледа, Радиошок. Нашим читателям было бы интересно погрузиться поподробнее в вашу творческую лабораторию. Расскажите, пожалуйста, на какие документы вы ориентировались, когда работали над фильмом, чтобы воссоздать атмосферу. Спасибо. Ну, вы знаете, вот я в финальных титрах, в принципе, показываю хронику и показываю кадры из фильма. То есть я тем самым хотел дать понять, что здесь нет художественных вымыслов. Ну, то есть, что это не какое-то... Ну, то есть для людей, которые не знают про трагедию, чтобы они вдруг не подумали, что это какой-то эпатаж с моей стороны или еще что-то. То есть действительно люди привязывали, я не знаю, там, трупы к машинам. Это все было правдой. То есть есть там все эти кадры с детьми. И в конце, опять же, мы просто не смогли очистить права на все фотографии. Потому что у каждой фотографии свой правообладатель. Люди живут по всему миру, да. То есть мы просто не смогли их найти. И те фотографии, которые вы видите в финальных титрах, это фотографии, которые мы очистили права. Но в целом абсолютно каждая сцена, там, одежда, это все из хроники. То есть мы старались абсолютно ничего не выдумывать. Потому что, во-первых, трагедии всего лишь 28 лет. Это, ну, очень много очевидцев. И нам было очень важно, чтобы люди приняли эту картину, те, кто помнит эти события. Поэтому абсолютно все воссоздано. То есть вплоть до того, опять же, все, что вы видите по компьютерной графике. То есть люди спрашивают, а сколько в фильме графики? Абсолютно каждый кадр в фильме снят по-настоящему. Просто где-то она дорисована. То есть все эти дома и прочее, они мы, то есть мы выезжали в Гюмри, то есть мы снимали. Просто там было очень много нюансов таких. Мы всю часть землетрясения и вот второй акт мы снимали в Москве. Потому что, если бы мы в реальном городе Ленинаканье там вывезли на площадь просто гробы и прочее, то я думаю, что нас бы просто распнули. Потому что так это неэтично поступать так населению, которое пытается забыть и борется с этим. Ну, в принципе, слава богу, город уже воссоздан во многом. И поэтому мы таким образом, то есть мы всю мирную часть снимали там. И какие-то кадры под компьютерную графику. Там стоит старик, смотрит на дом. Это все абсолютно реально, да, уже просто там уже дорисована трещина. Ну, и так, в принципе, абсолютно. То есть это абсолютно, ну, как бы на 99% реально, ну, это тяжелый ручной труд. Знаете, на подготовительном периоде за три месяца примерно 200 фотографий висели вот так на стене документальных. И каждую сцену, которая была в кино, мы пытались вот... Найти аналог, да. Найти аналог и оживить данную фотографию, чтобы никто... Понимаете, потому что очень много вот кинематографичных с точки зрения. Вот там крест, да, в развалинах. Скажут, ой, боже, ну прям пошли по всем. Ну, была такая прямо фотография, мы сказали, мы должны это сделать, потому что была. Не потому что мы хотим это показать. Да, но в то же время это символизм, безусловно. Да, символизм есть немножко. И о том, что мы просто пытались каждую фотографию оживить, чтобы в этом была жизнь, было настоящее. И опять же, добавлю насчет компьютерной графики, мы максимум, это, наверное, впервые, когда ты приходишь к специалистам компьютерной графики и говоришь, не делайте, как весь мир привык, глянь, все вот так, делайте, как оно по-настоящему, когда это цемент, когда все вот немножко грязь, понимаете, это ощущение грязи. А это по-настоящему, а не только грязь. Нет, большая сложность была не сделать голливудский фильм. То есть это была большая сложность, потому что мы все живем в определенных... Да, то есть, потому что, понимаете, я ни в коем случае не хотел делать, чтобы вдруг кто-то подумал, что я пытаюсь сделать блокбастер на реальной трагедии. У меня не было таких задач. Это абсолютная драма. И в какой-то степени, когда это в СМИ преподносится как блокбастер, безусловно, это делается для того, чтобы пришли люди, которые, ну, те, кто не знают. Те, кто знают, им уже не надо ничего преподносить, люди хорошо подготовлены. Поэтому была большая сложность не сделать из этого, я не знаю, 20-12, или вот как американцы делают, как там постоянно то Нью-Йорк у них рушится, то Париж, еще чего-то. И поэтому мы, в принципе, выбрали такой принцип. То есть, вся катастрофа, она, ну, это такие режиссерские заморочки, но, если вы обратите внимание, она снята одним планом. То есть, мы бежим с героем, поднимаемся с ним по лестнице, мы бежим по коридору, хватаем ребенка, бежим обратно. То есть, камера не выключается. Потому что, то есть, это бы смотрелось после, если бы это было смонтировано. Ну, то есть, прям вот много склеек и много разрушений. А когда ты вместе с героем, то больше погружения. Ну, то есть, понятно, что там этот ход делает и Нью-Йориту в том же, там, и в Бёрдмане, и в Выжившем. Но это, это работает, то есть, это делает фильм, ну, чем-то большим, чем, там, кино. И это, это, безусловно, это очень сложно, потому что больница реальная. Все, что там шатается, абсолютно реально. То есть, дорисованы только, ну, стены и разрушение самой лестницы. То есть, абсолютно все, вплоть до цветочка и прочее. Это все люди, которые это делают, потом они затираются на графике. То есть, ну, это, ну, это ощущается. То есть, все вот, Вы не первые, кто сказали, что это, ну, драма, а не, там, голливудские фильмы. Я очень рад, что это так выглядит. А, следующий вопрос. Да, Мария Александровна. Оксана Кулимбина, видеогазета «Арт-ВТВ». У меня два очень маленьких вопроса. Первый вопрос. Смотрите, пожалуйста, была ли премьера в армянском кинематографическом сообществе, и видели ли этот фильм те люди, которые пережили? А почему я это спрашиваю? Потому что, Вы знаете, я заметила в Вашем фильме, замечательный фильм, он нужный, обязательно исторический фильм. Спасибо Вам за это. Но там очень много элементов, в образе такого фейлитейл. Один из них меня ужасно смутил. Летит кроме на самолете, смотрит из окна, рушится все. Ну, ясно же. Ну, Вы представляете, да, прилетает в Петербург самолет, идет землетрясение, разрушение, самолет отправят в Москву, и он ни в коем случае не посадит в Петербург, а у Вас он садится. Ну, спасибо за вопрос. Нет, Вы знаете, во-первых, именно сам аэропорт, по которому бережной, то есть я долго выяснял, случилось ли что-то с аэропортом. Ничего. То есть аэропорт был абсолютно готов. Но ведь видели, что все рушится, нельзя в этом городе. Поверьте мне, я знаю ментальность. Если бы летчик развернул бы самолет, его бы убили бы в этом самолете. Ни один бы армянин не позволил, чтобы этот самолет уехал обратно. Аэропорт работал. Аэропорт работал, то есть принимает, то есть по ночам принимает. Да, возможно, сказка то, что он видит, но опять же, 40 секунд, и за 40 секунд это все произошло, 50% города. И то есть, в принципе, абсолютно, это может быть реальной картиной. Понятное дело, да, безусловно, опять же, это, ну, мы говорим, это художество, да, мы не знаем лично этого человека, который летел и мог это увидеть, но это художественный кадр, и он имеет место быть. То есть 41 секунду длилось землетрясение. В фильме оно длится, там, минут 5-6, потому что мы, как бы, через запятую перечисляем наших героев, которые оказываются в этом событии, и, соответственно, она так как замедленное действие, она разрастается. Что касается, показывали ли мы, смотрите, вы будете удивляться, этот фильм много раз переделывался, в хорошем смысле переделывался. Первый показ самый был в Армении как раз кинематографистом, после этого был показ в Москве интеллигенции армянской, после этого был еще один показ в Москве уже общественности, 120 человек, чье мнение для нас, так скажем, важно. Мы позвали, сказали, скажите. И потом, финально, у нас был Гюмри, Ленинакан, это самое важное было, там 100 человек смотрели и сказали, с этим согласным, с этим не согласным. В итоге, чтобы вы понимали, мы 4 раза уходили на перемонтаж, на досъемки, на переделывание. В итоге мы старались, это не кино про то, что мы для себя тут такие сняли, нет, как раз была задача услышать всех и по максимуму сделать так, чтобы к нам не было как создателям вопросов, потому что не хочется быть людьми, которые пытаются на чем-то выехать. Вот и все, нет, мы показывали всем слоям, которым возможно. К примеру, вот из того, что переделывалось после показов, мы, допустим, сняли сцену, когда вот стоит пробка до Ленинакана, и они спрашивают, кто откуда, потому что такие были, когда все выехали, и они просто встали в пробку и стали идти пешком. А это, опять же, сцена, которую нас, ее в Гюмри попросили, то есть сами жители попросили, сказали, что, ну, вы не можете забывать всех, кто приехал первым. То есть, а про Грузию мы уже сделали, когда... В палатке. В палатке, говорят, что грузины приехали, там, врачи, то есть грузины не могли стоять в этой пробке, просто у них другая дорога туда ведет. И, соответственно, когда они сидят у костра, у нас была другая фраза, то есть парень в конце говорил, земля стонет. Но в итоге, опять же, после просмотра нам сказали, ребят, про спитак надо сказать. И, ну, то есть мы изначально просто приняли решение, то есть, чтобы место здесь было не на камере, потому что 50% города уцелело, а 50% рухнуло. То есть спитак, в принципе, весь исчез. И поэтому, ну, чисто с точки зрения кинематографа, не очень понятно было, как, да, про спитак. И нас попросили, говорят, ну, вы не можете про это не сказать, и у нас герой там около костра говорит, а спитака нет, да. И там, ну, опять же, мы понимаем, о чем речь. И вот какие-то такие нюансы, вот по вот этим нюансам, когда вот переделали, переделали. Из нюансов строится кино, поэтому мы максимум старались. Понятно, я всегда говорю, если собраться еще раз, еще 10 вопросов возникнут, но в какой-то момент просто важно остановиться, потому что дальше начнем портить кино. Это вот, это 100%, я вас уверяю. Коллеги, впереди три вопроса, время ограничено. Еще раз попрошу, будьте краткими. Наверное, мы долго говорим. Добрый день, спасибо большое за фильм. Всегда после таких картин очень трудно говорить, но я попробую. Ну, во-первых, хочу позаболезновать всем, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких. Я думаю, в конце пресс-конференции, наверное, будет уместно даже объявить минуту молчания. Для себя я этот фильм назвал не землетрясение, а чувство трясения, душетрясение. Особенно в нашем городе, который тоже, мы знаем, что трагедия и смерти жуткие видят. Поэтому это все вместе еще более трогает наши сердца. У меня вопрос такой. Ракат СНГ, то есть все равно русскоязычный. И мы понимали, что люди не будут смотреть фильм с субтитрами. А мы хотим, чтобы много народу посмотрел наш фильм. Опять же, для тех армян, которые важно, чтобы это было на армянском, такой вариант фильма есть. Он идет в Армении, я думаю, там, наверное, месяц-два, и он появится там в сети. Но не знаю. Вы знаете, может быть, еще и дело в том, что я армянин, который всю жизнь живет за пределами Армении. То есть у меня, я считаю, что два разных языка. Я говорю хорошо и на армянском, и на русском. Поэтому мне, да и думаю, что многим актерам было удобнее, и удобнее, имею в виду с эмоциональной точки зрения, играть это на русском. Потому что русский язык мы чувствуем абсолютно так же глубоко, как и армянский. То есть его можно назвать родным. Ну, опять же, я добавлю одну вещь, что, знаете, делать кино для армян, при всем любви к армянам, к своей нации, к своей родине, они все и так знают. Хотелось показать за пределы, хочется показать всей России. Правда не знают. Я в интернете пробиваю, все, кто младше 25 лет, они говорят, а что это вообще было? Ой, дай-ка в Википедию зайду. Я о том, что хотелось дальше пойти. Хочется людям рассказать, что, ребята, мы были правда крутыми людьми. Это было другое. Понимаете, у меня отец был тогда в Казахстане. Он в первый же день позвонил и сказал, говорит, Василий Матвеевич, это его начальник был, он сказал, он разрешил 8 камазов 20 тоников отправить в Армению еды. Я сказал, пап, а как? Он сказал, как-нибудь разберемся потом. Они потом два года как-то списывали это все. И о том, что реально люди порой совершают преступления, можно сказать, потому что это же надо было месяц согласовывать со всеми, а тут времени нет. И о том, что было очень много безумных поступков сделано. И я иногда злюсь, что мы забыли. Я когда разговариваю, да что эти приехали, эти понаехали, да эти оттуда, эти тут. Ребята, о чем вы говорите? И о том, что вот такие фильмы прямо необходимость. Я понимаю, что, наверное, детям будет трудно, но я бы безумно хотел. Почему мы настаивали на 12+. Я говорю, ребят, я хочу 12+, для того, чтобы в какой-то момент учителя сказали, а давайте в школе устроим бесплатный показ, пусть дети посмотрят. Это необходимо. Люди должны понимать, что мы были другими. Мы стали хуже. Мы все стали хуже. И это факт. Мы вот просто дня два назад были в МГУ, исторический факультет. Там человек 150 захотели с нами встретиться касательно фильма. И я задал ребятам вопрос. Ну, там 18-19 лет, я говорю, вот представьте себе ситуацию. Где это сейчас землетрясение? Ну, соседний город. Вот кто из вас сядет, я не знаю, в кран или в машину, загрузит туда хлеба и поедет? Никто. То есть никто. То есть вроде бы как мы все приличные люди, мы все сострадаем, мы смотрим кино, мы плачем. Но я даже, я не, то есть я не понимаю, да? И для меня вот крановщик, который приезжает, то есть я в этот момент начинаю плакать, потому что я не могу представить этой ситуации. То есть в принципе не могу ее представить сегодня. И поэтому, что оно вот как бы, ну и люди, может быть мы измельчали, может быть вот и интернет, и телевизор. То есть сейчас это похо лайков. Да, да, да. Поставь лайки человеку. Если ты там повесил фотографию, значит ты сопереживаешь. Ну, опять же, да, там, ну такое время. И может, то есть, это не знаю. Но в целом мне кажется, что напоминать о таких вещах, оно, это не кино там именно про армян, для армян. Ни в коем случае. И отсюда и, наверное, ситуация с языком, что мы хотим больше расширить. Потому что, безусловно, там во Франции или где-нибудь в Америке, дай бог, когда будут показы. Потому что вот мы сейчас после проката в СНГ уже начнем заниматься. А там мы будем дублировать на французский, на английский. Потому что задача, в первую очередь, вывести за пределы. То есть, знаете, меня армян сейчас спрашивают, вот скажи мне, почему вот у евреев получилось рассказать всем про Холокост в список Шиндера, пианиста, а вот у нас все не получается. Я говорю, потому что дело в том, что вы снимаете сугубо для армян. Армяне и так все знают. Нужно снять так, чтобы это увидело весь мир. То есть, соответственно, я думаю, что даже если говорить про тему геноцида и прочее, это нужно снимать полноценно на таком очень серьезном мировом уровне. И это касается и российской истории всего. То есть задачи, они должны быть всегда масштабнее. Можно вопрос? Да, да, да. Аргументы и факты Петербург. Большое. Я вот присоединюсь к коллегам. Большое спасибо вам за фильм. Действительно, вы снимали его не для армян. Но он получился очень с национальным лицом. Это тоже хорошо, что это не голливудский блокбастер. А вопрос у меня все-таки немного на другую тему. Когда люди хотят снять, даже думаю, что скорее к продюсеру, чем к режиссеру. Когда люди хотят снять человеческий фильм, не блокбастер, да, не обещают кассовую историю, то всегда встают вопросы бюджетов. А кто поможет этому фильму? Мне бы хотелось, чтобы вы сказали, кто помог этому фильму. Как шла, вот как шла, где вы искали вообще деньги на этот фильм? Как шла работа? Долго ли она шла? С учетом того, что вы переделывали. И все-таки надеетесь ли вы на кассовую историю? Можно я частично, но к сожалению, к вам все это получилось, что я тоже занимаюсь продюсированием. Вы знаете, скажу вам честно, мы в стрессе ждем 1 декабря, когда фильм «Стартанет» в прокате. Потому что фильм стоит 206 миллионов рублей. Из них, по-моему, 55 миллионов рублей дал Фонд кино России, а все остальные, там, сколько остается, 155 несут, да, там. Это привлеченные инвестиции, и они привлечены, то есть никто их не раздает, такого нет. Это инвестиции нужно возвращать. Понятное дело, мы там продали в Корею, в Японию, еще что-то. Ну, то есть, там, наверное, с годами что-то из этого вернется, но безусловно. Для того, чтобы снимать такое кино, нужно людям деньги возвращать. Нужно показать, что оно все равно рыночное, что оно рентабельное. И поэтому, то есть, мы когда приходим к кинотеатрам, мы расписали фильм 1100 кинотеатров по СНГ. Это сумасшедшая цифра. То есть, это «Мстители», «Доктор СНГ», «Американский блокбастер» выходит с таким тиражом. И кинотеатры нас спрашивают, а люди придут? Конечно, мы говорим, да-ка-да-да, люди придут, но мы сами в этом не уверены. Потому что, то есть, рынок, он сложился такой, что в кино ходит в основном молодежь. Молодежь хочет развлекаться, это досуг. Никто не хочет пойти в кино, задуматься или плакать. Взрослые работают, кормят семьи, им некогда ходить в кино. И поэтому, вот это сложно. То есть, вроде мы понимаем, что аудитория – это взрослая, 30+. Почему мы проводим пресс-показы? У нас вот, у нас это, наверное, какой-то уже десятый пресс-показ, да, там что-то без нас, что-то с нами. Но нам очень важно, чтобы люди отписывались, и чтобы информация дошла и до взрослого поколения, что посмотрите, пожалуйста. Потому что это, в первую очередь, ну, для них многое значит. А молодежь, ну, если она придет, дай бог. Потому что, опять, им есть что смотреть. Каждую неделю выходит американский блокбастер, и им есть, как провести время. То есть, это очень сложно. То есть, ну, вот, отвечая на ваш вопрос, безусловно, чтобы снимать такое кино, я никогда в жизни не снимал такое кино. Хотя всю жизнь об этом мечтаю. И это служит. То есть, такие возможности, это действует один раз. Кому бы вы ни пришли, все эти говорят, а распиши бизнес-план. Невозможно расписать бизнес-план на такое кино. То есть, оно, если оно получается, если звезды сходятся, люди на него приходят. Поэтому государство, я считаю, что обязано помогать таким фильмам. Но, опять же, понимаете, хорошее кино, оно, ну, хорошее, то есть, я имею в виду, что вот кино, которое можно будет экспортировать и на всю страну, и на весь мир, оно в любом случае дорогое. Все эти эффекты, все эти разные, это построенный город. Понимаете, это вот мы на заводе в Москве, который разрушали, мы просто взяли и построили город. Это 3-4 улицы, 5-6 зданий. Это все стоят деньги, это 200-300 человек. Это реально полноценное строительство. Поэтому за дешевле это сделать невозможно. Я очень экономный режиссер, поверьте мне. То есть, если бы это снимал кто-то другой, это бы стоило не 206, а все 500. Но я просто как бы там за 10 лет снимания фильмов технологию экономии денег выучил. Но вот... Давай я все-таки поблагодарю людей, которые помогли. Да. Смотрите, мы когда с первым сценарием пришли, мы сидели вдвоем, думали, кому прийти, чтобы все-таки у нас была опора. Потому что мы, несмотря на то, что мы, не знаю, в кассовом понимании, там, миллиардов 6, по-моему, кассовых сборов для России собрали, мы молодые кинематографисты. Тут мы же живем в стране, где все-таки возраст имеет значение. И мы долго думали и говорим, слушай, надо пойти к Рубену Дождичану, у нас очень теплые, хорошие отношения. И пришли, Рубен сказал, ребят, не хочу снимать ничего такого. Мы говорим, сценарий, почитай, пожалуйста. Он прочитал сценарий, наутро позвонил, говорит, я всю ночь плакал. Говорит, вернитесь, надо поговорить. С этого все началось. Мы ходили, честно скажу, мы ходили по очень многим богатым, небогатым, армянам, не армянам, мы очень много ходили. В итоге все свело с того, что, ребят, ну что, бедные, что ли, ну снимите. В общем, в какой-то момент мы просто расслабились и начали думать, что делать самим. В итоге вот сами не Сарик, не я, никто из творческих профессий, скажем, да, который как бы мог бы себе позволить деньги не брать, в этом фильме не получали денег. Никто. Это не тот случай, когда себе продюсер зарплату поставил. Стыдно как бы. Мы поэтому, в принципе, он такой, он случился, потому что в какой-то момент человеческое включилось по всем параметрам. Мы звонили, говорим, пожалуйста, надо бесплатно, пожалуйста, дешево. И в итоге вот таким методом мы собрали и, надеюсь, опять же, надеюсь, что мы сможем людям вернуть деньги. У меня нет задачи заработать, боже упаси. Просто вернуть людям деньги, сказать низкий поклон, спасибо, мы сделали для кинематографа, для страны, как Армении, так и России, сделали большое дело, оставили кино, которое нас точно всех переживет, дай бог. Вот вся задача, которая была. Спасибо. Хотел тоже вам спасибо сказать, как создателем фильма. Хороший фильм в целом. Я не хотел говорить об отдельных эпизодах. Хотел сперва задать очень короткий вопрос. Вы общались ли в процессе создания фильма с тем, который руководил от правительства Армении в Арткеса Асруни, именно в пиковое время землетрясения? Он живет в Москве, в центре Москвы. Зампред Совмина того времени. Вы общались с ним или нет? Просто да, нет. Я лично не общался. Нет, спасибо. Сценаристы, я не общаюсь. Тогда такой вопрос. У вас на афишах, которые будут по всей России, вот то, что мы видим. Трагедия, объединившая мир. Вы можете себе представить человека после просмотра вашего фильма, это вопрос не только к вам, но и к зрителям, которые сегодня были, чтобы они сказали, поздравляем вас с этой катастрофой. Наверное, это невозможно. Так вот, я хочу, чтобы знали, спустя 28 лет в России то, что замалчивается, что была страна. То есть трагедия объединила весь мир, кроме одной соседней страны. Первыми были грузины, которые пришли, а сами с Грузии низкий поклон. Но была одна страна, которая на вагонах, проходящих через них, писала поздравления. Которая в один момент, на длинное время остановила проезд вагонов из других советских республик. Про это за 28 лет никто не пишет. И так как это не осуждено, то продолжается стрельба ежедневная. Эти 28 лет, про которые опять ни гимни-моторфисты, ни журналисты, никто не пишет в России. Вы говорите о правде? О правде? Вы говорите о мародерстве, что нужно драматургии надо вставить? Это эпизод драматургический, бытовое мародерство. А здесь мародерство правдой продолжается 28 лет на нашей стране. Все молчат. Вы знаете, я лишь скажу такую вещь, что большой задачей моей лично... Я знаю все эти истории. И вы понимаете, когда вы говорите, что отмолчатся, люди все пишут. Ну, если даже быть в социальных сетях, я там присутствую, я от Фейсбука... А вы там выступаете Арт Суруни, кстати. Да, и все об этом пишут, и все знают. Но я не хотел делать фильм с политическими мотивами. То есть я не хотел, чтобы это обсуждалось не с точки зрения человеческой истории, а с точки зрения, вот кто-то хороший, кто-то плохой. Поэтому я опять же считаю, что, ну, как бы, те, кто погружены, те знают. И, наверное, просто не про это кино. Кто-то знает, ваш друг говорит, что никто не знает вообще. А это большая правда. Тогда не осудили. И это продолжается сейчас. Ну, мы все понимаем, просто старались без политики. Поймите, политика иногда вредит очень сильно кинематографу. В какой-то момент превращается три минуты политики в кино. Вот забывается все полтора часа фильма, обсуждается только три минуты политики. Мы просто решили не выбрать эту позицию, потому что боялись испортить кино. Поймите правильно. Просто мы все понимаем. И ничего хорошего они не делали в тот этап, в тот период, к сожалению. Но говорить об этом, мне кажется, нужно больше в документальной хронике, чем в художественном кино. Можно было создать образ? Нет. Можно подумать? Может быть. Уважаемые коллеги, осталось время для одного короткого вопроса. Просьба журналист. Просьба журналист. Один вопрос. Что, что это? Один вопрос, и мы заканчиваем. Раз, два, три, четыре достоверных... Да, я понимаю. Но сейчас пока, ну, рану, если да, рану. Я как свидетель, свидетель событий, когда день я был... Я хочу... Айголь Авдулева, радио «Балтика». Я прошу прощения. Я не хотела, чтобы этот вопрос пролучал как упрек или статкность, но тем не менее. Как решался вопрос со слезами в кадре? То есть, мне интересно, как избежать упреков в том, что, как вы говорили, не снимайте блокбастер, что это не голливудская история, не драматичное выжимание слез, а документальное фиксирование горя. Если бы Константин Бережной не так плакал в кадре, кадр не стал бы страшнее над его погибшей дочерью. Но вы знаете, это уже... Спасибо. Это был последний вопрос. Да, что касается... Я просто сначала подумал, что имею в виду физическое. Плакали ли они по-настоящему, актеры? Нет, нет. Нет, вы имеете в виду подход. По балансу. Да, по балансу. Но это уже, знаете, баланс все равно определяю я как режиссер. Я сам человек эмоциональный. Я не боюсь плакать в кино. Я делаю это часто. То есть, я считаю, что кино это единственное место, где мужчина может плакать официально. Потому что плакать в реальной жизни не стоит. В реальной жизни нужно бороться за нее. И, то есть, я все равно все проецирую на себя. Если бы это было со мной, я бы делал так. И я, то есть, актер, он через меня показывает, ну, то, что, то есть, я редактор этих чувств. И поэтому, безусловно, наверное, другой режиссер бы делал бы это, может быть, прижимал бы. Но я не хотел. То есть, мне кажется, что такая история, в моем понимании, должна рассказана быть максимально национально. Давайте я маленькую деталь скажу. Знаете, когда вы смотрите итальянское кино, такое ощущение, что там все переигрывают. Но они не переигрывают, они такие. Вот я вам скажу, что вот мы, как вот народ, мы вот такие. Мы очень эмоциональны. Если армянский мужчина плачет, поверьте, он плачет. Если русский мужчина плачет в армянском обществе, поверьте, зная армянского общества, любой русский мужчина превращается в армянина. У меня есть примеры. И они превращаются так. Это наше немножко такое. Знаете, мы очень эмоциональный народ. Мы все делаем немножко таким, с двойным плюсом. Вот оно и есть. Но знаете, тут еще такой момент. Опять же, во всем фильме, как раз-таки, герой Лавроненко, он самый сдержанный. Вот он держит в себе, держит, держит, держит. И все равно в какой-то момент, когда он вытаскивает дочь, даже когда он ее несет, он максимально держит. Но он это отпускает. Он не может. Понимаете? То есть это его момент в этом фильме, когда он его прорывает. И у всех героев эти моменты есть. Да, то есть такой момент есть у старика в финале, когда он у руки. То есть такой момент есть у водителя КамАЗа. То есть у всех есть своя защитная реакция. Но в какой-то момент ты все равно не можешь постоянно защищаться. И это всплеск эмоций. То есть я думаю, что если бы в какой-то степени это было бы не так, может быть. Вы уже делали этот вывод, посмотрев фильм. А если бы это было немножко иначе, вы могли бы задать мне вопрос, Ари, к примеру, а почему они там не больше плачут? Не знаю, это, конечно, все субъективно. Оно такое теперь, какое есть. Спасибо. Завершающий вопрос от очевидца. И мы заканчиваем, коллеги. Спасибо. Добрый день. Юрий Каратитян, журналист, режиссер. Каждый день я... Предыдущий день я поехал в Георгии, чтобы встречаться с моим племянником, который приехал в отпуск. И этот же день, оба брата погибли во время землетрясения. Ну, я хочу сказать, что по закону жанра, фильм «Лидер», я вас поздравляю. Единственное мое замечание, что ту помощь, которую показала армянная вся страна, я этого не видел. Ту помощь, которую показала весь мир, я этого тоже не видел. Вы могли бы использовать хроники, скажем, как в аэропорту самолеты друг за другом из-за рубежа прилетают с разными машинами, медицинскими оборудованиями, продуктами и так далее. И еще союзы. Знаете, что такое, не хочу просто по-другому говорить, но этот жалкий кадр этот экскаватора, да? Не экскаватор этот, подъемный кран. Но если вы же хотели показать, что именно пришли на помощь, хотел бы показать несколько таких кранов, которые работали по всему городу. И еще хотел бы сказать, что очень важный момент, эти дни были то, что проблемы были, как похоронить. Земля, значит, мороз, копать очень трудно. Я сам с моим другом копали две могилы, для моих племянников. И вот хотелось бы вот такие моменты тоже вот, чтобы показали, что эта трагедия во всем, кажется, вам в этом глубину, да? Есть некоторые моменты, которые я бы хотел, чтобы вы включили этот фильм. Но так или иначе, я должен вам сказать, что персонажи, да? Персонажи, и очень точно выбрали. Это впечатляет. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Это был завершающий вопрос. Спасибо. Ну и про... Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Давайте все-таки сделаем минуту молчания, как было предложено. Встанем и помолчим. Спасибо, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.